Белорусский союз молодежи Российский кредит, возобновленный рейс и электронная очередь В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать новые паспорта Что делать со старыми? Разговор о наболевшем Помощник президента провел выездной прием граждан Часть людей, безусловно, поднимали вопросы, которые уже не решаются на протяжении большого количества лет Что взято под личный контроль Незримые раны В Бобруйске обсудили профилактику детского насилия Наши подразделения непосредственно занимаются вовлением преступлений, связанных с серийными половыми преступлениями Что говорят цифры статистики Безопасный маршрут В городе продолжается мониторинг общественного транспорта Если мы пустые, можем там снять, чтобы подышать воздухом чуть-чуть Как не подцепить инфекцию во время поездки Мы в ответе за тех, кого приручили Приют для бездомных животных-добродетель нуждается в помощи Нам отменили оплату и содержание за первые пять суток Как внести свою лепту Разлив химикатов, дорогие продукты и главное событие в мире кино Всемирно известный Каннский фестиваль возвращается Что в программе Просьбы, предложения и жалобы В Абруйском райисполкоме прошел выездной прием граждан О наболевшем жителе региона говорили с помощником президента Вопросы касались медицины, ЖКХ, приватизации и строительства жилья Все обращения Леонид Портенюк взял под личный контроль Сегодня, принимая людей, я видел, что, во-первых, в ряде случаев не устраивает какое-то качество жизни Хочется жить лучше Но и подчас это должно зависеть от самих людей Если хотите, чтобы был город краше Или обстановка краше Благоустроенной боли Нужно где-то, может, и даже самим принять в этом участие Часть людей, безусловно, поднимали вопросы Которые уже не решаются на протяжении большого количества лет И видно, что для них они болят Но, к сожалению, эти вопросы решаются в рамках законодательства И это будет также и продолжено После инспектор по Могилевской области ознакомился с ходом весенних полевых работ На предприятиях АПК Бавруйского района Сейчас у белорусских аграриев жаркая пора Заготовка кормов Удобство или безопасность? Ежедневно через общественный транспорт проходят сотни пассажиров Обработка салона и масочный режим не просто прихоть, а профилактика инфекции В рейд сотрудниками санстанции отправилась и наша съемочная группа Заботиться о своих клиентах, о рабочем месте и в первую очередь о себе Главные правила для специалиста любой сферы Дмитрий Чавычелов хорошо знает, что такое заниматься перевозкой в пандемию Через его салон ежедневно проходят десятки пассажиров Поэтому каждый раз возвращаясь на конечную – шестой микрорайон Перерыв он тратит на обработку поверхностей Поручень, ручки, дверцы – все тщательно дезинфицируется Даже во время движения иногда с двери, ручки все протираем Когда взяли людей, то уже тогда по-любому маски Если мы пустые, можем снять, чтобы подышать воздухом чуть-чуть К сожалению, такой прилежностью отличается не каждый водитель Бобруйские гигиенисты в очередной раз проверяют маршрутчиков Первый стоп – и тут же без маски Правда, они, как и детсредства, имеются в запасе Ошибку шофер признает, рекомендации слушает Вы должны как водитель или грузоперевозчик соблюдать правила Почему вы сейчас без маски ведете пассажиров у вас? Когда мало людей, у меня впереди никто У меня висит табличка Дистанцию от водителя Следующий водитель на диалог не настроен Спустя несколько минут с трудом находит старый антисептик Да и тот только для обработки поверхностей Для рук нужен отдельный На вопрос, где маска, пожимает плечами Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии Совместно с ГАИ УВД Бобруйского госполкома Еженедельно проводится мониторинг маршрутных такси По вопросу соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции В новых реалиях обрабатывать салон, рули даже сидения Обязанность водителя Однако пассажиры тоже несут ответственность Маски должны быть надеты всегда Если нет возможности обеспечить социальную дистанцию Эти правила касаются всего общественного транспорта В том числе и такси Карина Гуревич, Максим Галеонко Итоги недели Новый паспорт, быстрые деньги и поезд победы В Беларусь прибудет уникальный передвижной музей Когда? Громкие заголовки недели Далее в специальном обзоре Беларусь получила второй транш российского кредита В размере 500 миллионов долларов Напомним, соглашение о предоставлении нашей республики российского кредита В сумме эквивалентной миллиарду долларов Подписано в 2020 Первый транш кредита Министерство финансов получило в конце прошлого года Беларуси с 1 сентября организуют электронную очередь для получения новых документов ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны Биометрические вводятся для поездок за рубеж Беларусы вправе выбирать Оставлять себе старый документ или делать новый Сроки действия прежних паспортов не изменятся Белорусские вузы планируют увеличить набор студентов в высшие учебные заведения По данным Министерства образования Количество первокурсников возрастет на 4000 человек К слову, в этом году стоимость платного обучения в вузах страны не вырастет Сейчас у абитуриентов продолжаются выпускные экзамены Они продлятся до 9 июня Национальная авиакомпания возобновляет рейсы в Алматы Полеты из Минска будут выполняться с 16 июня два раза в неделю По средам и субботам, обратно по четвергам и воскресеньям Время в пути 4 часа 50 минут Также Белавия запустила регулярные рейсы в Уфу Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы, при этом минуя банки Для этого создадут сайт в интернете или программное обеспечение С помощью которого можно будет заключать кредитные договоры по займу на потребительские и на бизнес цели Документ вступает в силу через полгода Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в нашу страну 11 июня В первый рейс состав отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 За время работы экспозицию посетили уже порядка 92 тысяч человек Интерактивный музей основан на эффекте присутствия Он посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны Детское без насилия в Бобруйске прошел семинар Обсудить тему номер один собрались школьные психологи, классные руководители, социальные работники и представители ОВД Речь шла о профилактике физического и сексуального насилия Проблема педофилии и преступлений в отношении подростков в аспекте половой неприкосновенности актуальна как в нашем городе, так и во всей республике В 2019-м в Бобруйске зафиксировано 41 такое правонарушение, в 2020-м 40, в этом году уже 11 Наши подразделения непосредственно занимаются вовлением преступлений, связанных с серийными половыми преступлениями Основной упор делаем мы в отношении мужчин, совершающих половые преступления, в отношении недостигших 16-летнего возраста, молодых мальчиков, так сказать В основном данные встречи и общения начинаются в сети интернет Оттуда уже после чего устанавливали каких-то общих интересов, каких-то общих контактов, общих тем Там уже непосредственно живые встречи начинаются. В ходе проведения живых встреч уже последует приглашение куда-то выехать на природу, где-то поехать домой, и постепенно, прилавив психологический барьер ребенка, совершаются уже непосредственно сами так называемые половые преступления. В большинстве случаев данные преступники не выделялись ничем из обычного общества. Некоторые из них даже имели детей, жену, полноценную семью. Но опять-таки они выделялись совершать данное преступление свободно, так сказать, от работы, семьи, время. В позапрошлом году в Абруйске задержали мужчину, жертвами которого стали 12 мальчиков. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Мокрые носы, виляющие хвосты и милые видео в интернете – это лишь одна сторона медали. В приюте добродетели полторы сотни животных, которые нуждаются в еде, доме и ветеринарной помощи. Внести свою лепту может каждый. Как знает Карина Гуревич. Наши братья меньшие, лучший друг ребенка, член семьи – все это знакомое описание домашних питомцев, которых мы так любим. Но тогда почему многие из них оказываются на улице? Ежегодно по всей стране отлавливают порядка 40 тысяч собак. Более чем две трети из них умирают. Пока одни выкидывают неугодных за дверь, другие спешат на помощь. Это касается и волонтеров приюта «Добродетель», которые безвозмездно тратят время и силы на четвероногих постояльцев. Прихожу, помогаю кашу варить. Ну и все. Помогаю, если надо убраться. Если есть возможность, кто-то другой варит, то помогаю кормить, которые на улице. Ну, в вольер я не захожу, но именно уличный. Перед тем, как животное попадает на территорию, оно обрабатывается от блох, клещей и гельминтов. Новому постояльцу присваивается номер после прививки. Для взрослых только от бешенства, щенкам еще и от вирусов. Плюс стерилизация. В ближайшее время приют начнет чипировать четвероногих. Это поможет отслеживать собаку и после того, как ее заберут. Самое необходимое для приюта – это корм для животных. Сейчас здесь содержится 160 собак и даже одна кошка. Сзади они не съедают 2,5 мешка круп и 25 килограммов мяса. Между тем, расходы на содержание приюта немаленькие. В месяц только на корм уходит 6 тысяч рублей. Еще 400 – на аренду земли, уплату налога и коммуналку. Раньше за спасение жизни животных, которые попадали в пункт временного содержания, приходилось тоже платить. Если собаку никто не забирает, через 5 дней ее ожидает автаназия. Нам отменили оплату содержания за первые 5 суток. В буксапе, я хочу сказать, что мы наладили отношения. Мы нашли общий язык. Нам пошли во многих вопросах навстречу, за что мы очень благодарны. Что дает и увеличивает шанс именно спасать животных более эффективно сейчас. Благодаря неравнодушным приют растет и расширяется. Однако потребностей меньше не становится. Нужны витамины, пеленки, стройматериалы. Помочь можно разными способами. Взять себе щенка, стать волонтером или просто перевести деньги на счет. Добровольцам, которые умеют шить и мастерить, рады в первую очередь. Любой маленький шаг – это большая поддержка для постояльцев Ирины Кавалеровой и ее команды. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Тематическое селфи или фото. БРСМ приглашает желающих принять участие в республиканском конкурсе. В этом году организаторы предлагают шесть номинаций. Стать частью проекта несложно. На снимке должна быть вышиванка либо одежда с белорусским национальным орнаментом. Опубликовать снимок можно до 23 июня. Для того, чтобы стать его участником, молодым людям нужно разместить в личных профилях социальной сети Инстаграм свою фотографию вышиванцы и отметить его хэштегами, селфи и фото с вышиванкой и другими, которые вы можете узнать. Страница социальной сети Инстаграма «БРСМ Бай» либо «Молодежь Бобруйска». Подведение итогов пройдет в формате онлайн-голосования в официальных аккаунтах БРСМ. Все победители будут отмечены ценными подарками. Бой без татами. В Бобруйске впервые в истории Беларуси прошел турнир по пляжному самбо. Новое для себя направление открыли сразу 90 спортсменов. С места событий Ольга Васенда. Этот день войдет в историю. За окном плюс 20, берег Березины. Бобруйск становится первооткрывателем в Беларуси. Здесь проходит первенство по пляжному самбо. Единоборство популярно больше в теплых странах – в Австралии, Таиланде и на острове Бали. «Бойцовский ковер – песок. Он не просто смягчает удары при падении, но и создает нагрузку на ноги. Поединок длится три минуты, пока один не обезоружит другого». Это приводит к тому, что темп схватки значительно ускоряется, а поединок становится более зрелищным. На городском пляже 90 спортсменов от 7 до 14. Это самбисты и дюдаисты БФСО «Динамо». В последующие годы планируем проводить данные мероприятия совместно с городом, привлекать команды из других регионов. То есть надеемся, что этот турнир первый и в последующем будет продолжение. 13-летняя Варвара Белочуб пополнила копилку наград двумя победами. За хрупкими плечами сильной девочки шесть лет усердных тренировок на татами. «Боялась, скажу так, да. Потому что на песке это был первый раз мой опыт, боролась. Ну, а так, все как всегда. Немного страшно перед соревнованиями». «Чем отличается от классического самбо, пляжного самбо?» «Ну, только, наверное, то, что песок. И мы боремся до первого броска. Обычно в самбо мы боремся до оценок». Особенность пляжного самбо – борец должен быть максимально собран. Невнимательность и страх приводят к поражению. Как показала практика, бобруйские спортсмены справились. Вместе с опытом заработали новые кубки. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. У счастья есть вес и рост. Представители Белоруссии поздравили первоиюнских новорожденных и их родителей. Для Снежаны Сиваковой, как и еще для пятерых мамочек, первый день лета – не международный праздник, а самый личный. Девушка выходит из роддома во второй раз. В прошлые 10 лет назад. Девочка по имени Милана появилась на свет ростом 52 сантиметра, весом 3 700. Дома сын ждет уже сестричку. Очень рад. Звонит каждый день. Мама, мама, покажи, мама, привези. Жду с нетерпением. Среди новорожденных – три девочки и три мальчика. Для их родителей учащиеся гимназии колледжа искусств подготовили музыкальный сюрприз. А подарки и поздравления от Белой Руси стали приятным дополнением к празднику. Рекордные показатели – экологическая катастрофа и детский препарат. Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Далее обзор громких мировых заголовков. Рекордных показателей за последние 10 лет достигли цены на продукты питания. Данные приводит продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Одна из главных причин такого роста – резкий подъем мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые. Он достиг наивысшего значения с сентября 2011. В Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа из-за разлива химикатов. Страна столкнулась с самой чрезвычайной ситуацией в своей истории. Грузовое судно, которое перевозило опасные вещества, загорелось у берегов островного государства. Пожар продолжается две недели. Работу спасатели осложняют муссонные ветра и ядовитый груз. На воорту более 300 тонн химических реактивов. Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Прививать подростков начали уже в Италии и Румынии. Во Франции дети смогут получить антиковидный укол в согласии родителей с 15 июня. Разрешение на использование вакцины Pfizer с 12 лет выдано Европейским агентством лекарственных средств. Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти станет первой женщиной из Европы, которая возглавит экипаж, отправляющийся на Международную космическую станцию. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX экипажем на борту должен состояться в американском штате Флорида в 2022. Кристофоретти станет пятым в истории командиром из Европы на МКС. Всемирно известный Каннский кинофестиваль «Возвращается». В программе одного из главных событий в мире кино – десятки фильмов со всего света, от Ирана до Израиля, от Европы до США, представленные и прославленными мэтрами, и начинающими режиссерами. Конкурсные премьеры будут проходить, как обычно, в кинозалах, но без громких звездных вечеринок. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты по пройску 360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин